ребята эксклюзивы у нас продолжается мы сейчас приехали на автосон во франкфурте и здесь у нас новый концепт-кар от mercedes-benz который называется и qs сейчас мы познакомимся с ним поподробнее здесь у нас видение того как в будущем mercedes-benz видят супер премиальный сегмент как они его видят по форме как они видят его по технологиям и кстати говоря уже через 20 лет mercedes-benz планирует полностью отказаться от автомобилей которые выделяют углекислый газ седанку от mercedes-benz то как они видят тачку на несколько лет вперед они это все разрабатывали на протяжении двух лет весь этот язык дизайна как-то трансформировали и воплощали в эту тачку главное у них сейчас в дизайне то что они больше не играются с какими-то нереальными формами вот а если посмотреть например здесь то это виден да стоит из маленьких логотипов и вот это сама решетка на 3d что то есть можно сможет пульсировать пока показывать какие-то эмоции на это они делают большую ставку теперь они пробуют приближаться к жизни в рамках проектирования концептов и что интересное именно сучи с этим концептом посмотрите здесь нет традиционного форм-фактора седан то есть да машина четырехдверная да у нее есть капот и багажник но в принципе посмотрите здесь у нас по факту то идет одна такая длинная дуга то есть такая максимальная органика у них начинается в формах она у них давно присутствует органика и вот она достигает какого-то своего апогея еще несколько называют скрытым дизайном у них все вот эти детали они как бы не выделяются очень сильно то есть есть вот эта линия которая светится она там не выступает ничего не происходит точно так же внутри салона у них все становится единым целым еще если назад посмотреть но это мне конечно не очень нравится потому что это немного жесть то что они туда вглубь уходят кстати мы уже об этом говорили когда был концепт когда у них задняя часть состояла просто из пластиковой такой накладки но внутри прослеживались вот этих курсирование гипер минимализм да и стоит премиальность конечно зашкаливает вообще очень красиво и реальности как раз добиваются вот этими классными органическими формами подсветкой кстати если говорить про заднюю часть здесь очень сильно читается форма с класс купе прямо на она здесь заметно интегрировано да если говорить про перформанс то здесь планируется на финише так скажем 4 электромотора то есть на каждом колесе будет свой электромотор ну к сожалению в салон не заглянуть но здесь нет традиционного тоннеля за счет чего у нас больше пространства в салоне по мощности чуть менее 500 лошадиных сил чуть менее 800 ньютонометров крутящего максимальная скорость ограничивается на 200 километрах час по что mercedes считает что этого будет достаточно в будущем и больше быстрее ехать по факту нужды массовой не будет и за счет этого хорошие очень range то есть дальность пробега при таких характеристиках будет составлять 700 километров четыре с половиной секунды до 100 километров в час но здесь конечно первично то как долго машина будет ехать да и 700 километров звучит как очень очень хорошо жаль конечно что мы не можем заглянуть в интерьер потому что но он он реально конечно интересен своим минимализмом тем как они все там реализовали но снаружи картина примерно такая . становится как снаружи так и внутри минималистичные с точки зрения форм лучше делать ставку на функционал и как они говорят на эмоции опять же снижение за тем как себя человек чувствует очень много они логотипчиков добавили он даже вон там да логотип бенса повсюду просто больше какой-то прозрачности очень обычная вот эта вот линия которая идет через практически весь автомобиль и это конечно фишечка стирует что-то показывает что машина человеку я думаю что на месте вот этого парящего элемента будет экран как и до во многих спайшотов из классов и так далее все тачки которые марседеса будут выходить они примерно будут похожи на мы побежали теперь снимать для вас контент с этим автомобилем для инстаграма надеюсь вы кайфанули с мировой премьеры что вы думаете про такое будущее автомобиле mercedes benz и кстати говоря у марки есть конкретные планы через двадцать лет уже убрать из своего производства автомобили с двигателями внутреннего сгорания да то есть мы прям очень быстро приближаемся к тотальной сфере когда все машины будут электрифицированы и не знаю пока что я это воспринимаю все еще как грустно главное чтобы эмоции не лишить главное да чтобы были эмоции несмотря на электрификацию и и и и и и и Продолжение следует...